Трудолюбые и эффективные использования земли обязательно принесут свои плоды. Об этом лучше всего известно тем, кто уже сегодня получает хорошую прибыль от такой работы. Для развития этого важного направления в стране создаются и широкие возможности. Данной тематике посвящен целый цикл передач и специальных репортажей, которые регулярно выходят в эфир в информационных выпусках нашего телеканала. О деятельности общественных групп на местах, направленные на эффективное использование населением своих приусадебных участков, материали из Джазакской области. В унисон пробуждению природы расширяются полевые работы и в Джазакской области. Опытные дыхания, поднимая добрые урожаи, с каждым годом повышают семейные доходы. Знает толк садоводствия Ирахмон Турсунов, проживающий по улице Анджирле, Махали, Свонобот, Пахтакурского района. Саженцы груш, яблони и других фруктовых деревьев лучших сортов. Если четыре года назад организовали цеплицу, то все расходы окупились в первом же сезоне. Всего израсходовали 7 миллионов суммов. Ежегодно поднимая по 2-3 урожая, получаем минимум 10 миллионов суммов прибыли. С 4,5 соток ежегодно поднимают 2-3 урожая. Ожидают получить как минимум 4 тонны ранней картошки. За счет солидных доходов улучшаются бытовые условия. Реализуется множество жизненных планов. А вот Бахром Нурбоев из сельского схода граждан Пахтакур в теплице между рядами лимонов поздней осенью посадил картошку, которая была готова к реализации уже зимой. Первый раз посадили картошку на одной сотке. Уже пользуемся урожаем. После картошки посадим болгарский перец, огурцы. Все зависит от труда. Да, все внимание обращено на эффективное использование земель. Но, к сожалению, не везде это получается. У супруги Бахрома Ишанкулова из Алмазарского района проблемы со здоровьем. Недавно болезнь приковала к постели и самого главу семьи. Ухудшилось и без того сложное положение. Две сотки так и остались неиспользованными. Вмешалась общественная группа и оказалось в действии в обработке земли. И посадили саженцы деревьев и агрокультур. Такая практическая помощь по приобретению на бесплатной основе семенного материала саженцев деревьев птицы предоставляется малообеспеченным, потерявшим кормиться семьям, инвалидам. В целях поддержки малообеспеченных семей населения в 300 домов доставили более 1700 саженцев фруктовых деревьев. Очередь за семенами овощных культур. Сейчас ведется мониторинг подготовки земель к севу. Эти мероприятия завершим до 1 апреля этого года. Поздней осенью Шавкат Якубов, проживающий по улице Чаманзор, сельского схода граждан Партакор, посадил чеснок, зелень, репу, морковь. Плюс доходы, которые и дает теплица. Хорошее подспорье в укреплении семейного бюджета. Распоряжение 5 тысяч с 311 дыханских хозяйств и владельцев приусадебных участков Партакорского района более 510 гектаров площадей. 395,5 гектаров подготовлены к весеннему севу. Между тем, встречаются и оставшиеся в тени от общих созидательных работ участки. Население знакомят с широкими возможностями, в том числе по получению кредитов, оформлению трудовых книжек, приобретению тех или иных семян, саженцев, домашнего скота, птицы, кроликов и так далее. Беспечность же отдельных граждан приведет к тому, что налог на их земли увеличится в три раза. В случае, если ситуация не изменится, то участок могут передать в резервный фонд районного хакемиата. Участники состоявшегося семинара акцентировали свое внимание на этих и других актуальных вопросах, связанных с эффективным ведением домашнего хозяйства, организации семейного бизнеса. Не оставляет пустующим даже маленький кулачок земли Суннат Сулаймонов из селения Хахрамон-Дустикского района. Выращивает различные агрокультуры. Ежегодно получает 4-5 тонн ранней картошки. Занимается животноводством. Часть участка его соседа Тулкина Хасанова отведена под сад, где растут более 100 деревьев. Хорошие доходы приносит и картофель. Разводят также птицу. На одной сотке с земли Барат Муралиев выращивает чеснок, зелень. Шесть соток заняты картошкой. Остальная часть участка подготовлена к размещению других овощей. В целях эффективного использования земель агротехнические мероприятия начинаем еще осенью. Больше используем органические удобрения. Нужно пользоваться широкими возможностями в этом плане. Заинтересовался теплицей. Все это благотворно влияет на воспитание детей. Зачем ездить на заработки далеко в зарубежные страны, когда есть возможность трудиться у себя, дома? Ведь ничего в этом сложного нет. Главное, практически ничего не приобретают на рынке. Все свое. Излишки реализуют. Помимо фруктовых деревьев и винограда имеется домашний скот. Во время подворового обхода решаются волнующие людей проблемы. Создаются условия для организации и дальнейшего развития семейного предпринимательства. В распоряжении дыхканских хозяйств и владельцев приусадебных участков Дуслигского района 735 гектаров площадей. 622 гектара полностью подготовлены к севу. В доме Хасана Хазраткулова проживают 18 человек. Достаток в доме обеспечивает труд на земле. 35 соток действительно приносят хорошую прибыль. Растут чеснок, картошка. Нужно вкладывать душу в работу, планировать, ставить конкретные цели и задачи перед собой. Нельзя затягивать агротехнику. Чем лучше обработаешь землю, тем выше урожай. Растут также цветы. Разводим 20 голов мелкого скота. Один раз уже реализовали его. Каждая овца принесла по 600-700 тысяч сумм чистой прибыли. Не ограничиваясь прибылью в 35-40 миллионов суммов от выращивания агрокультур, занимаются разведением домашнего скота. Это еще около 20 миллионов суммов. Есть также пчелы. В Дуслигском районе до сегодняшнего дня все 136 гектаров подготовлены к лесеннему севу. На 51 гектаре агрокультуры уже размещены. Заготовлены 26 тонн семян и около 3000 саженцев фруктовых деревьев. Привели семинары в городском сходе граждан Наврус и сельском сходе граждан Манас. Общественными группами изучено положение дел в 884 домах, владельцы которых предупреждены. Реализация программы об отхушлок преобразила Манас, где также стараются использовать малейшую возможность, как, например, Смад Джаборов, проживающий по улице Мингтол. Вырастив зелень, в своей теплице посадил следом огурцы. Скоро будут готовы и саженцы, предназначенные для открытых площадей. По предварительным подсчетам, все это даст не менее 10 миллионов суммов. Расширил свою теплицу и пенсионер Джодзел Иргашев из городского схода граждан Наврус. В начале года уже получил 7 миллионов сумм в прибыли. Занимается также пчеловодством. До конца года ожидает собрать 10 тонн чистого меда. Показательные семинары проводятся и в Заминском районе. В основном обеспечиваем саженцами фруктовых деревьев, семенным материалом. Предоставляем услуги по обработке земли. Кроме этого, заключили договор с африканской компанией по приобретению страусов для их разведения. Усиливается деятельность общественных групп, в которые входят имеющие большой опыт в сфере сельского хозяйства Дыхкани, активисты махалей и другие специалисты. Стараются решать все вопросы на местах, оказывая при необходимости практическую помощь нуждающимся в ней. Абдухалил Каримов из Махали имени Гафура Гуляма специализируется на разведении породистого крупного рогатого скота. После беседы с членами общественной группы решил получить кредит и построить теплицу. На четырех сотках получает неплохие доходы и Бибухаджар Ишанкулова из Махали Каттабох. Она также имеет возможность расширить свою теплицу. Между тем встречаются факты беспечного отношения к земле. В частности, заброшены 30 соток мусульмона Ишназарова из селения Сурхон-Обод. А время идет. Нуждающимся в социальной защите 800 семьям доставили более 4000 саженцев фруктовых деревьев, семена овощных культур. Путем хашара помогли обработать землю. Зиодоломинг-Ниозов из селения Сурхон-Обод на 70 сотках выращивает томаты, огурцы, другие овощи и бахчевые. Хозяин дома заинтересовался сделанным ему предложением по организации теплицы, которая приносила бы прибыль круглый год. Махмуд Тиллавов из селения Гумсой Галя-Аральского района, несмотря на свой преклонный возраст, ему 89 лет, выглядит бодро. Говорит, что физический труд помогает быть всегда в тонусе, здоровым. В прошлом году на одном гектаре посадили саженцы винограда. Аксакал в надежде на добрый урожай. Чем лучше возделываешь агрокультуру, тем выше урожайность. Реализовал каждый килограмм огурцов по 12 тысяч сумм. Также освоив свободную возвышенность, возле дома построили шесть теплиц почти на 18 сотках. Растут цитрусовые помидоры, огурцы. В росте и доходы. Богатый опыт таких соотечественников – пример для других. И посредством проведения семинаров он распространяется повсеместно. Аксакал построил такую теплицу, разбивает сады. Каждый из нас берет пример с него. Но есть и такие, кто просто забросил свой участок. Ведь можно вот так пользоваться землей, выращивая фрукты и овощи. Есть и такие, кто до сих пор надеется на авось, оставаясь в плену лени и равнодушия. Например, без внимания участок Зьодуллы-Квондыкова. Пустую 20 соток и Равшана Норбоева даже деревьям не придали форму. А эта вся в Сорняках площадь принадлежит Фарходу Тухтаеву. Или взять хотя бы 50-60 соток Болбека Утаева. В умелых руках эта земля была бы превращена в неиссякаемый источник доходов. В отношении их владельцев применяются меры общественного воздействия. Всё зависит от самого человека, его отношения к тому, чем располагает. Площадь дыхканских хозяйств и приусадебных участков Кианги-Абодского района превышает 792 гектара. Если Джумабой Бердияров из Махали-Сбот выращивает разные виды фруктовых деревьев, то Эхтьер Харимхулов с прошлого года в теплице на 6 сотках начал заниматься цитрусовыми. Междуряди заняты зеленью и другими овощами. Хозяин дома намерен расширить теплицу ещё на 6 соток. В перспективе ещё на 6 сотках хотим выращивать лимоны. Привезли 40 саженцев из Наманга, на котором 4 года. Просто цветёт фруктовый сад на 25 сотках ульфата Лашкарова. Кроме этого имеется компактная теплица, где помимо лимона растёт фундук. А вот земля Дельшода-Джураева и Хали-Сабот даже не вспахана. После проведённой беседы все эти недостатки были устранены. Комоль-Мамаев в списке малообеспеченных семей. Потому ему доставили, помогли посадить 10 саженцев фруктовых деревьев, 50 килограммов картошки, семенной материал тыквы, помидоров, огурцов. Ведётся ежедневный мониторинг. Малообеспеченным семьям в районе до сегодняшнего дня передали на спонсорской основе 2000 саженцев фруктовых деревьев. Шарафат Нориева начинала работу с малой площади. Кропотливым трудом, расширяя деятельность, организовала многопрофильное фермерское хозяйство. Группа женщин в целях ближайшего ознакомления с накопленным в этом плане опытом побывала в её доме. Участок просто в идеальном состоянии. Развиваются и другие направления. Словом, есть на что посмотреть и что перенять. Внимание, всесторонняя поддержка президента воодушевляет, стимулируя на новые инициативы. Сейчас у нас 28 человек работают на постоянной основе, более 90 сезонных рабочих. Оборотные средства превышают 3 миллиарда сумм. Строим дома, играем свадьбы, развиваем и другие направления. Занимаемся птицеводством, животноводством, создаём новые рабочие места, повышаем доходы. Выращиваем более 4 миллиардов саженцев цветов, деревьев. Все они адаптированы к местным условиям. Цель – перенять этот большой опыт, который очень полезен, особенно для начинающих в своё собственное дело. В основе всего – труд и постоянное совершенствование своей деятельности. В результате комплексного подхода к решению актуальных задач в этом направлении меняется сознание людей, само отношение к труду на земле. Оно становится грамотным, основываясь на передовых методах.